МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Разом с тем, иснуючая ситуация не задовольняет ни один з боков. А тому мета приезду посла у Гомельскую область не только ознайомится с махчимостями региона, а и обмерковать шляхи поглубления супрацовництва. Это познакомительный или ознакомительный визит, который делает любой посол. И Гомель – это очень важная составляющая и область экономики Беларуси. Разумеется, мы заинтересованы углублять наши экономические контакты. До инших тем. Супрацовники Держаута инспекции закликают громадян больше активно выкаристовывать светлоотбивальные элементы. Стань прикметным у темры. Гэты выраз не страчуя своей актуальности. Правда, як переконався, Алексин Сюроу, не все жихары Гомельской области имкнутся реализовать ГТС-словы на практице. Невеликий предмет, а до якого, тем не меньше, может залежать здоровье и житие. Уважливый водитель, любая пешехода с фликером, навык, когда человек находится на проездной части. Урештый, наявность фликера просто допоможет подбегнуть штрафу сбоку супрацовников Держаута инспекции. Агрогорадок Мичуринская практически приград областного центра, хоть территориально лечится все-таки сельскими особостями. К тому и потребование до мясовых жихаров у сенси наявности. Наденье фликеров больше жорсткое, чем у Гомеля. Сами вязковцы с корыстью светлоотбивальных элементов погоджаются, але признаются, у шматкого их увогу ли нема. Что кажуть, зиме може здариться, коли не ходить по дорогах у ночи. Надо носить фликеры, когда идешь ночью, и когда дорог много. А я уже старый, я наибольший домосердий. Мне вот 85-й год, так я в этот год днем вот так пройду, и все. Я вообще не слежу за тем, как все, я сам по себе. Одеваю фликер, чтобы видно было в темноте, и чтобы не сбили. Ради собственной безопасности просто одеваю все. Самой свядомой у сельской мясовости оказалась молодь, коли напереде усе житё, на вот что им разыковать. Для многих людей сталга узросту, які ранее в фликерах навод ничего не чули, и они таки не стали обовязковыми. Правда, есть тут и экономичный складник. Добрые и надеянные фликеры и каштують отповедно, коли 7 рублёв. Не кожный пенсионер готовы набыть такую речь, хоть супразовники дяж автоинспекции попередживают от отказности гэта не позволяя. Выписывают сотрудники минимальный штраф в случае согласия со своей виной нарушителя. Это одна базовая величина. В целом штраф до трёх базовых величин. Олег Синчеров, Ерген Макеенко, телерадио «Компания Гомель». Промеры по захованию дорожной безопасности у регионе сёня подзе размова у программе «Деалог». Гостем студы станет наместник начальника управления ДАИ Андрей Гаркуша. Глядзите «Деалог» у промым эфиры на телеканале «Беларусь-3» сёня у 19.01.20 хвилин. Нумер телефона у студы – 77.68.45. Сёня означается «Межнародный день миру». Йон был затверджен 35 годов тому. Генеральная ассамблея ААН обвястила его днём умоцывание идеала у миру сяроду сих краин и народов. Дарэч и святкование у Гомельской области будет проходить на протягу некальких дён. Тематичные мероприемства запланованы во установах адукации и аховы здоровья. Першая з'их – студентская свята. Яну проходить у гэтэ хвилины у Гомельским державным педагогичным колледжи Мявыгоцкаха. Святочная эстафета протягнется завтра. Традиционное мероприемство «Беларусь. Краина миру и згоды» пройдя у середней школы номер 27 Гомеля – школе миру. Яхо гостями станут активисты фонду миру, представники органов улады и юные миротворцы. Ну и есть у нас ещё одна замечательная такая акция, что дети, которые родятся 21 сентября, мы им даём статус «Дитя мира», выдаём свидетельство, что именно они родились. Ну, материальное пошло. Цель этой акции, когда он подрастёт, и у него это будет свидетельство, он посмотрит, так я же «Дитя мира», я должен делать всё именно, чтобы был мир и дружба. Поэтому эта акция очень важна. Акция «Дитя мира» проводится на протягу опошних 9-ти годов. За этот час у Гомельской области особливый статус отрымали 462 дитяти. Сегодня православный свет отзначает рожство про Святой Богородицы. Свято установлено царквой, ясчё у 4-м стаходзе, и относится далеко у 20-х, самых важных после Великодня. У гэтым годзе Гомельская епархия вырошила просвятить гэтый день выратованию життя маленькой девчонки. Обзначенности доброчинной акции и самого свята для православных. Сюжет Ганны Ковалёвой. Рожство про Святой Богородицы – ци другая прачистая. Гэтый день з'является символом нового царковного года. Вознароджение девчонки, якая поздней станет Богородицы, неколи почалась и история нового заповету. Ухонар гэтый паде и сёння ранецы во всех дзеючих храмах Гомельской области пройшли святочное набаженство. Сегодня очень большая праздничная служба Рождества Божьей Матери. Очень большое событие. Радостное настроение, праздник. Праздничное настроение. Приходим часто, стараемся причастить детей. У меня просто двое детей. Естественно, надо молиться, чтобы молитва помогала дальше жить и очищаться. Всё лето в День Рожства Богородицы по всей области проходит буйная добрачная акция. По благословению епископа Гомельского и Жлобинского стяфана во всех храмах епархии обвешен сбор охлерований у налячений трехгодовой девчонки. Кира Куруленко. Три месяцы тому урачи поставили диагноз нейробластома. Иншими словами, высокая злоякосная пухлина. Хвороба уже на четвертой стадии. Девчонка прошла два курса химиотерапии. На переде еще четыре. Необходная операция по выдалению пухлины и пересадции стволовых клеток. Заключенным этапом повинна стать иммунотерапия, которая позволит снизить рисок изъявления рецидива. Одна из израильских клиник, готовая принять маленькую пациентку. Одна кошт для отшения 250 тысяч долларов. На даденый момент собрана только девятая частка этой суммы. Уже у нас в епархии стала такой доброй традицией в 20-е праздники собирать денежные средства на лечение детей. Это уже будет третий ребенок, которому мы помогаем. Все деньги, которые будут собраны, пожертвованы прихожанами, будут перечислены на благотворительный счет и пойдут на оплату лечения этой девочки. Да помогчить детям может кожный, не только сёння, даденый обрахунку, на яке можно охверовать гроши, зараз позначены на ваших телеэкранах. А кроме того, можно перелечить сродки, пополнивши рахунок мобильного телефона. 8-033-902-22-66 Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, Телерадо, компания «Гомель». Фотовыстава под назвой «Храмостворальники земли православной» працой у картиной галереи Гаурила Вашченки. У экспозиции представлены работы российского фотографа Кирилла Подсвинкова и гомельских аутеров Романа Карпенки и Александра Аксенова. У кожной фотографии своя история. Сельский храм, альбо собор у городе, храм з вековой гистории, ци побудованы у наши дни. Храмы драулянага и каменного дойлитства. У каждой фотографии укладена частинка души. Выстава закликана выказать повагу створальникам храмов, захватить сучасника, урушить услед духовным традициям, притягнуть молодь до выучения гистории родного краю. Экспонаты дополнены информационными стендами со шрифтом Брайля и фильмом с сурдоперокладом. И об спорте. Сегодня отбудутся матч 1-8-й Кубка Беларуси по футболе. За выходу наступный раунд турниру в очном поединку поспрачаются два представники Гомельской области Гомель-Чигун-Транс и Мазырская Славия. Гомельчане выступают у первой лизе чемпионата Украины. Мазыране представляют мацнейший дивизион. У офицерных матчах команды сустракались помеж собой тройчим. Уся гульни отбылись в 2014 году. На своем поле чигуночники ни разу не соступали футболистам Славии. Две перемоги у двух матчах. Одна гульня, яка отбылась у Мазыры, завершилась у нічию. Цезможе, Гомель-Чигун-Транс протягнуть свою домашню победную серию. У поединках со Славией доведаемся сёння. Гульня отбудется у Гомелі на стадионе з Дюшар-8. Пачаток у 17.30 у вахот свободный. Гэты, а так само іншые новины вы можете знайсті на нашым сайті у интернеті по адресі www.tvrgomel.by На гэтым выпуск завершенный. У студии працювала Наталья Игнатенко. Мы сочим з разведцем падзею Гомелі в області. Заставайтесь с нами. Наталья Игнатенко.